Присутствующие сегодня на заседании оперативного штаба привыкли, что в Новый год работы становится больше. Полицейские, спасатели, медики – все переходят на усиленное несение службы. Охранять порядок на Кубани в зимние праздники будут 13 тысяч человек. Мы очень быстро ликвидируем любые чрезвычайные ситуации. Но это намного важнее и намного лучше их предупреждать. Вот в чем ситуация. Поэтому мы сегодня и собрались здесь, чтобы посмотреть на прошлые ошибки и не допустить их в нынешнем году. Работать на предупреждение. Вот это, коллеги, этот же принцип прошлого года мы должны положить и в основу принципа слаженной работы и в этом году. Под бдительным присмотром окажется и Сочи. По прогнозам, на горнолыжных курортах Красной Поляны отдохнут не меньше миллиона туристов. Уже сейчас в гостиницах и отелях забронировано 90% номеров. Поручаю создать оперативный штаб в Сочи для координации работы всех служб, обеспечивающих работу в целом курорта Сочи. И возглавить штаб поручаю Алексеенко Андрею Анатольевичу, как первый мой заместитель. Все, и координация деятельности будет находиться под вашим контролем, чтобы, еще раз подчеркиваю, любые ситуации, которые будут возникать, они будут решаться именно на вашем уровне. Для всех отдых, для жителей края, для гостей со всей нашей огромной страны, для нас это огромная, такая кропотливая, ответственная работа, ежедневная, ежечасная. До 20 декабря текущего года будет решен вопрос о командировании сводного отряда полиции в город Сочи. Численность имеется, и этот отряд полиции будет заниматься именно охраной общественного порядка в горном кластере и на территорию города Сочи. К наплыву посетителей во время новогодних каникул готовятся и медики. В прошлом году во время зимних праздников с различными травмами в больницы края обратились 9 тысяч человек. Да и скорую вызывают чаще, но врачей врасплох не застать, заверил министр здравоохранения. Будут усилены бригады работы скорой помощи. Также мы знаем, какие бригады усиливать. То есть это ожоговые хирурги, это травматологи. То есть на праздничные дни будут усилены именно эти бригады. Чаще всего ожоги связаны с использованием пиротехники. Причины обычно две. Несоблюдение правил безопасности и плохое качество самих изделий. Вениамин Кондратьев дал указание Департаменту потребительской сферы края проверить места продажи фейерверков. У каждого пиротехнического изделия должен быть сертификат. Вместе с этим пожарные службы региона готовы к горячим праздникам. Обращаю внимание всех коллег, в том числе муниципальных властей, на профилактику пожара в жилом секторе. При понижении температуры люди начинают максимально отапливаться. Не во всех домах исправны отопительные устройства, особенно в так называемых неблагополучных семьях. Где-то отключают газ за долги, где-то не до конца исправны дымоходы. Необходимо еще раз посетить такие дома и семьи с целью проверки использования отопительных систем и соблюдения правил пожарной безопасности. Ну вот здесь на самом деле она должна быть на особом контроле и с конкретными, по крайней мере, претензиями к лицам, которые где-то не дорабатывают. Как бы каждый хочет с МЧС договориться по тем или иным моментам. Но здесь не нужно договариваться. Здесь вопрос только о последующем, что вы можете дать возможность что-то доделать, исправить. Все максимально, что вы можете. А все остальное, если закрыть глаза, цена дорогая, человеческая жизнь. Особое внимание губернатор потребовал уделить перевозкам детей. В канун Нового года проходят праздничные елки. Школьников со всей Кубани будут привозить на выступления в Краснодар и другие крупные города. В полиции пообещали проверить техническое состояние автобусов, а водителей на знание правил перевозки маленьких путешественников. Те, кому останутся вопросы, на маршрут не выпустят. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.